Кто это такой у нас? Какая-то политика, наверное. А вот, собственно, камушки. На них нужно посмотреть. Гляньте, как тут. Ух ты! Ух ты! Вот это очень красивый камень, прямо. Если вы музыкант, вот это то, что надо. Тут прям такие конфеты для любителей конфеток. И заколочки, и антарные. Очень много интересных, креативных идей. Девочки, ну что, вы бы такое носили? Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Подпишитесь, пожалуйста, нажмите колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых видео. Друзья, в этом выпуске я покажу вам невероятный музей в Польше, в Гданске. Я специально полетел в этот город, чтобы посмотреть и посетить этот музей янтаря. Здесь будут выставлены просто невероятные экспонаты стоимостью десятки тысяч долларов. Вы такое можете, конечно же, посмотреть вживую прилететь в Гданск или в этом выпуске. Также немножко прогуляемся по городу. Покажу, какой вот он сейчас, какой вот он осенью. Если тема эта интересна, продолжайте смотреть. Друзья, также участвуйте в видео, пишите комментарии для участия в конкурсе и розыгрыше монеты 10 гривен. Совсем скоро я разыграю. Ссылочка на это видео будет в описании. И спасибо, что смотрите. Обязательно поддержите лайком, если хотите новый выпуск поскорее. Ну что, поехали. Так, ну что, у меня 30-е место. Буду заходить через второй посадочный трап. Ну что, прилетели в Гданск. На улице свежо. И что, будем грузиться в чудненькие автобусы. И отправляться уже дальше. Вот такой вот самолет. Ну, выглядит очень тепло, эти огоньки. Прям вообще тепло-тепло. Честной вход. Интересно, как фонари выглядят на этом. Воу. В городе есть бесплатный гид. Записаться на тур можно в центре города. Вот такой гид у нас. Привет, меня зовут Миша. Хочу представить бесплатный тур по Гданску. Приезжайте в Гданск и, несомненно, посетите центр города, костел Святой Марии, музей Второй мировой войны, национальный музей, ну и, конечно, наших красивых женщин. У нас двигатель. Вчера мысли темное, не видно было, что это такое. Красивые такие яркие цветы. А там дальше, гляньте, какие машины. Офигеть. Красивый лев. Старый город. Такая машина. Выездная. Прямо с колоколами. Вам настроит. Ваше настроение. Такой довольно интересный, прикольный, старинный корабль. Гляньте. Можно на нем, собственно, немножко покататься. Там и перекусить, я думаю, можно, и покататься на нем. Гляньте, классно задизайнили его. Такой довольно стильный. Сейчас, кстати, в Гданске идет дождь. Такая погода не очень клевая. Но, так как экскурсия продолжается, приходится гулять, смотреть. Но я не знаю, насколько долго хватит меня на эту экскурсию. Гляньте, какой корабль. Уличный фестиваль еды, как-то небольшой. Вот такой интересный фонтан. Гляньте, какие лёгкие. В этом соборе очень высокие потолки. И сверху размещены звезды. И вы можете купить за большой донат себе вот такую одну звезду, разместить ее на потолке. Как вам идея монетизации? Вот такие вот можно брать в прокат. Для них необходимы лицензии на вождение в права. Плачивая полностью с карточки через интернет-приложение. Единственный минус, что если у вас нет симки, очень проблематично забронировать такую штуку. Приходится местную симку брать. Либо искать какое-то место, где рядышком есть Wi-Fi. Но очень круто. Какие-то янтарные штуки. Прямо небольшой магазинчик, в котором можно и часы посмотреть, гилянтини, разные медали, орденанты. Ну, круче всего, конечно, янтарные изделия. Интересно, а вот и прайс он. Это 2400 злот. Да, 5000 злот. Так, ну, вот он музей янтаря. Поднимаемся, поднимаемся повыше. Куда-нибудь сразу вверх, чтобы было удобнее спускаться вниз, заходя в разные-разные залы. В целом, меня очень советовали. И этот музей. Так что сейчас с вами зайдем, посмотрим, что же тут есть. Фух. Идем по максимуму наверх. Вот еще. Можно подняться. Конкретно еще больше. Беремте, какие эти веревочки. Подняться, подняться выше, чтобы выйти на крышную башню. Отдельно 5 злотых это все стоит. Так вход 12 злотых. Вот такие вот обзорные эти. Даже есть возможность посмотреть диораму. Вот это у нас вид на Агданск. Довольно-таки интересно. Видим крыши домов. Колесо обозрения, которое я так не доехал пока. Вот. Домики, парковка. Это производство. Ну, а, это у нас корабли, которые могут грузить что-то. Краны, которые грузят что-то на корабли. Можно почитать, собственно, о домах, о достопримечательности. Вид на главную аллею. Ну, что, гляньте. Вот эти, собственно, символы города. Вот они стоят с этой стороны. И с другой. Они очень прикольно подсвечиваются. Кстати, довольно дорогая улица. Вот мы заходили в ресторан, смотрели. Ну, чуть дороже на порядок. Хотя, не критично. Да, непонятно, что такое набразин. Гляньте, как с подсветки снизу сделать, что можно было видеть, что конкретно в Янтаре и насколько вот он красивый. То есть там листы. Так, что тут у нас украшения? И по-другому выставка выставленная, чем в Калининграде. То есть как-то так вот свет более яркий, что ли. Камни. Вот очень красивый Янтарь. Вот такой белоснежный. Как-то колесница. Сейчас обрабатываем Янтарь. Колеснинграде. Современный. 91-й год. 2002-й. А здесь ну да, современный. 2013-й год. Да, тут что-то поинтереснее в плане Янтарь сам по себе довольно старый. Гляньте, какой. Ну тоже современное такое искусство. Мне кажется, это все то, что сейчас, собственно, делают производство для, наверное, галерей или каких-то, может быть, тематических показов. Если кто знает, пожалуйста, напишите, кто какие у кого мнения еще по поводу этих этой выставки. О, какие камушки. Как можно носить, оказывается, подвески. Даже бабочку можно сделать. Хотели бы такую бабочку одеть? Вот, гляньте, как ух. Представьте, какая конструкция с повесит. Капец. Микки Маус, что ли? Амбер Микки, друзья. Если вы музыкант, вот это то, что надо. Коллекция для музыкантов. Красиво сделаю. Это брошки. Брошки с щетками, видимо, для бухгалтеров. Крюст. Ух ты. Комплект, да? Получается колечко и тулон. Блин, украшение. Главное, не зацепиться нигде с таким платьем. Ну, тут вообще полный класс. Янтарная гитара. Сколько у нас сейчас современность? 80-е. 3-е. Что, 4-е? Ну, вот, интересно делали. Гляньте, какие украшения. Вот такой кулончик. тут прям такие конфеты для любителей конфеток и заколочки. И антарные. Очень много интересных, креативных идей. Да, как можно сделать себе жрелье из янтаря. штучки. Ну, мне тоже кажется, что это пуговки. Но это все тоже современное, 2000-2005. То, что сейчас реально в тренде, то, что сейчас можно носить, гляньте, да, не то, что вот прям старинное, а вот современное, как обработать и подать это стильно. Вот такая тенденция, как я понял. Ну, что ж, стильная мода из янтаря. Девочки, ну и что? Вы бы такое носили? Да, они экспериментальны. Такая комнатка, очень низкие потолки, но сюда стоит зайти, потому что гляньте, что здесь. И она создана, конечно же, не цельные куски янтаря, потому что таких огромных просто невозможно найти, чтобы вырезать, создать такую вот композицию, но она довольно подобрана, видите, как яркие, яркие цвета янтаря, и это прям какая-то невероятная шкатулка, или что-то такое янтарное. Какого года, то 2005-го, современная композиция, да, обалдеть просто. у нас это 2005-й год. Дядька. И даже видно, когда состыковывали кусочки янтаря, чтобы сделать такую вот скульптуру. скульптуру. Такая выставка. 2006-я. Кто это такой у нас? Какой-то политик, наверное. Да. Так, что мы тут видим? Корабль! Воу, регатки! Это янтарный корабль. Как он прям вообще здоровенный, эта штука. Тут вот такая экспозиция. Темноватый, конечно, по свету. Кандидавр без свечей. Довольно интересно, потому что янтарь-то плавится. Видите, сделали сочетание огня и янтаря. Интересно было бы свечи поставить, посмотреть, как они со свечами смотрятся. для тех, кто любит шахматы. It's amazing. Вау. Смотрите, какие янтарные шахматы и янтарная доска. Там можно посмотреть небольшие вкрапления камушки. И что там, как это сделали, непонятно. Это пивная чашка. Тележка с янтарем. Печати. Современное современное все. Любители фруктов. Радуйтесь. фруктов. Видите, какой сделали натюрморт. Золотые кранаты. Виноград. Обалденно просто. Старенький янтарь. Янтарь. Что надо, да? Что надо? Что надо? Лучше. Apple. Яблочко. Гляньте, как оно красивое. Штука. Добывали янтарь. Янтарь. Гляньте, вот эти вот сачки были. И, собственно, вот такими сачками в 25-й год вот, видимо, добывался янтарь. Вот такие даже люстры. Гляньте, как играют просто. И вот шеверки украшения. Какие красивые гляньте. Шкатулочки. Видишь, какая-то как будто монета. Шкатулки. Здесь ваза. Лонтарный стол. Видите, заполки янтаря для девочек. Трубки. Сам янтарь. Вот это, да. А вот здесь вот эти невероятные камни. просто невероятные. Блин, какие временные. С разными мошками тут огромнейшая муха. Это что-то такое малюсенькое. Не пойму, в чем прикол. Конкретно этих этих восьми. Понятно, что лимбарь. Получается. Ого! Какие здоровенные камни, янтарные, я не знаю, по несколько килограмм, по килограмму, наверное, сейчас глянем, да, килограмм, килограмм 200, о, какие серьезные. Из них, конечно, можно сделать какие-нибудь супер украшения, чтобы разрезать даже здесь, неужели его разрезали для этого музея. Украина, 12-й, из Украины привезли, могли разрезать. Красивые камушки. Каждый камень, конечно, это обработать уже, как бы, и получились такие из них, могут быть, кулоны. Обработанные камни, но, видите, не сделаны из них еще никакие изделия. Очень красивые, разные такие. Круглые, мероприятия. Тут интерактивный духопуль, на котором видно, какие виды находили насекомых в янтаре. Не только насекомых, но и каких-либо листьях, я так понял. Давайте посмотрим какой-нибудь, что такое-то у нас. Духа здоровенная. Обалдеть. Что еще есть? Очень качественная такая фотография. Вот здесь, либо за 50 миллионов лет. Янтарю и такие штуки. Это какая-то то ли ягода, что-то у нас. Кто-то кто-то у нас. Непонятно что. Что-то показать. Давайте покажу. Какой-то, может быть, клещ. Ух. Так вот кого-то заянтарило. Они по степени редкости отличаются. То есть есть, которые очень редко попадаются. Некоторых насекомых привлекало. Смола, деревья. И они туда просто сами шли. А некоторые случайным образом попадали. И вообще они в теме были. И тут бац, и они теперь на миллионы лет застряли в этой Смоле. Вот еще кого-нибудь покажу вам одного. Гляньте, какой. Ладно, еще кого-нибудь. Сейчас открывать. Это что? Сразу глянем. Что это такое? А вот, собственно, камушки. На них нужно посмотреть. Гляньте, как тут. Ух ты. Или вот. Невероятно. Сразу гляньте. Прямо крылья видно. Классно сделано с подсветкой. Понятно, что там находится. находится. Или вот комар. Или кто там? Мушка. Комар вот. У нас самая старинная. Это вот такая вот. Самая огромная. гляньте. Жабка. Это у нас большие куски камней. Прямо килограмма. Сейчас посмотрите, какой подъем. гляньте. Вот у них 700 грамм. Полтора килограмма. Почти два килограмма. Может, в таком янтаре внутри кто-нибудь живет. Маленькие насекомые еще остались. Комартилистик делаешь. Деревца. Ух ты. Вот это очень красиво камень отлила. Вразвили показано. Вот такой вот Golden State чешокки. Комартилистик делаешь. Комартилистик под 축ифili наших trucs. Артемзын��ühков. Артемзык. 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 хамушки. Я уже показывал. Это внутренний дворик музея Янтаря. Так вот он выглядит. Здесь вводят экскурсии на первом этаже. Сейчас уже, конечно, немножко дождь пошел, но все равно попасть можно. Здесь тоже выставки, конкретно уже не Янтарные, а данного здания. Какие-то показаны части отделки, как, собственно, что было найдено. Скорее всего, в пироскопках разные такие штучки. Даже какие-то кубы было найдено. Тут у нас слепа животных. Валентинике с юным прибором. Так, выход у нас дальше. Что тут у нас есть еще? Закрыто. Валентинике с юным прибором. Это были, наверное, музей пыток. Тут ничего не видно. Так что... А, ну вот так. Такие пытки, собственно, использовались здесь, в этом помещении. Гляньте, какое креслице. Да-да. Такое. Самое настоящее пыточное. Решетки. Решетки. Давайте посмотрим, что здесь. Так, а это какой-то подвиг наверх. Это еще один янтарный зал. Камни с янтарем. Такие камушки. Довольно. Разные. Красиво. Дворик музея янтаря. Как видите. Вверх. Немножко капает дождь, но в целом свежо. Вот такая вот интересная, уютная улочка. Не в самом центре Гданьска. Какие-то небольшие дюймса такие. Бонсай. Очень круто сделано. Гляньте, как. И стоят парковочные напрокат электросамокаты ждут своих владельцев. Точнее, тех, кто их арендует. Если вдруг купить пиво, то вот такой вот оффер. То, что надо. Реально. Это очень близко. Корабль. А находится он в обычном торговом центре. Такие маленькие домики. Гляньте, какие крыши. На одном этаже здесь магазинчики. И вот такие вот прикольные, прикольные крыши с окунами. Довольно светло. Вот такой музей Янтаря в Гданске. Друзья, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы ничего не пропускать. И напишите, как вам этот музей. Бывали ли вы в Польше, бывали ли вы в подобных музеях. Как относитесь к Янтарю. Если досмотрели до этого момента, пишите свои комментарии, начиная с фразы «Фартовый коллекционер или бабки в шапку». Вот такой небольшой флешмоб. Посмотрим, кто добрался до финала этого видео. И, друзья, совсем скоро будет розыгрыш. Обязательно напишите комментарий. Я разыграю целых пять монет номиналом 10 гривен. Всем пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok